Боя нас здесь, перцы. Ядерный рассветный уфизорит ваш экран, а это значит, что сегодня я продемонстрирую вам один крайне хитрый эксплойт, который позволяет получать неограниченное количество утиль сырья и стройматериалов. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки, слушайте и запоминайте. Поехали! Итак, какие моды для начала нам для этого потребуются? Вообще, крайне желателен индастриал. Ну, просто потому, что без него никак. Так, и Applied Energyistics, это уже больше для облегчения хранения и взаимодействия. Из обязательных модов еще Project E, бывший Equivalent Exchange, который добавлял предметам некий аналог материальной энергии. То есть, вот видите, EMC. Это как раз добавлено именно с помощью Project E. В каких-то моментах именно этого нет. Но, допустим, вот я вожу по предметам из Applied Energyistics, и их там нет. Как правило, админы серверов, где это есть, добавляют все это вручную. И вот тут-то собака и покопалась. Потому что в некоторых моментах они могут пролюбить какой-нибудь очень хитрый эксплойт. Допустим, если админ ленивый и так далее, он палит все это дело в консоли. Если вы играете в одиночном режиме, или, как я, допустим, снимаете видосики, это можно найти в логах игры. Как правило, в одном из последних логов у вас будет прям открытым текстом предупреждения. EMC exploit. Такой-то, такой-то. И так далее. Я вам сейчас покажу крайне хитро выебанный exploit. Уж прошу прощения, но... В общем, что нам понадобится? Утилизатор. Желательно, конечно, из-за дона Advanced Machines, как у меня, именно комбинированный утилизатор. Почему? Почему просто обычный утилизатор выдает утиль в среднем 1 к 7? Даже, наверное, 1 к 8, 1 к 9, где-то ближе к этому соотношению, из стака. Так, из стака Булыги в обычном утилизаторе у нас получилось бы, ну, штук 6-7 утиля. Здесь 1 к 1. То есть вы просто выдаете вот таким вот макаром. А теперь вы спросите, а для чего это надо? Ну, начнем с того, что можно бесконечно выфармливать утиль. Причем в таких количествах, какие, как в том анекдоте, вашему гестапо и не снились. Для этого у меня специально стоит МЭ-система. Просто потому, что иначе мы закопаемся в утиле. Теперь надо обеспечить поток булыжника. То есть вот просто мы взяли стак булыжника. Получили стак утиля, правильно? Теперь забираем этот утиль. Можно было, в принципе, брать не весь. Теперь нам надо раздобыть кусок булыжника. Кладем его вот сюда. Это у нас шина экспорта. У нас получается только на скраб. Но пока я не буду запускать всю эту систему, я сначала поставлю карту ускорения. В принципе, у вас в сборке эксплойты могут отличаться. Я лишь показываю для примера. Так, дальше. Сюда однозначно кладем карты акселерации. Обязательно кладем булыжник, иначе он начнет хапать, что ни попадя. А вот отсюда, в принципе, можно пару карт убрать. Там как идет, насколько помню. Первая карта. Вместо одного предмета она будет закидывать 8. Потом 24, 48 и полтора стака. По 8 итамов скраба, в принципе, нормально. Так. Все готово. Готово. Теперь просто закидываем вот сюда вот эту штуку. Как бы ничего не запустилось, но так оно и должно быть на самом деле. Так, здесь у меня шины пустые. Я проверяю это еще раз. Сейчас я просто показываю все поэтапно. Вот, видите, булыжник пошел. И из стака булыжника, вот таким вот макаром, сейчас посмотрим, сколько мы получили. У нас был стак булыжника. Мы перегнали его в стак утиля. И булыжник у нас, видите, продолжает генерироваться. Потому что у конденсатора энергии, как бы так сказать, есть свой аккумулятор. Что-то вот наподобие того. Но учитывайте, что у меня стоит и RG-конденсор первого уровня. Крафтится он следующим образом. То есть вам нужен алхимический сундук. 4 обсидиана и 4 алмаза. А алхимический сундук. Слабая. Средняя. Сильная эквивалентная пыль. 2 камня. 2 железа. Сундучара и алмаз. Насчет эквивалентной пыли. Вот так крафтится. Слабая. Слабая. Так. Средняя. Я думаю, ингредиенты легко узнаете. И вот так. Сильная. Эквивалентной пыли вам, в принципе, хватит надолго. Даже с одного крафта. Потому что получается сразу 40 штук. Булыжник все еще продолжает генерироваться. Чиво. Вообще, если учитывать соотношение 1 к 32. То есть вот у нас. Каблстоун имеет ЕМЦ 1. А утиль имел ЕМЦ 32. То есть у нас должно получиться 32 стака. 32. Это у нас 2 в 5. Кто хорошо помнит математику. Умножаем на 2 в 6. Это 64. Получаем. 2 в 11. 2048. Да. И у нас получилось 2048 блоков булыжника. Из 64. Да. То есть как раз булыжник вырос в 32 раза. Но что? Если немножко усовершенствовать систему. И заставить булыжник раскравчиваться на плиты. Тогда выхлоп вырастет не в 32, а в 64 раза. Но поскольку у нас булыжник уже появился. Самое время накормить им. Вот эту вот штуку. Хотя нет, не время. Дело в чем? Дело в том, что есть RG-конденсер МК-2. Который сильно быстрее. А он уже делался сильно сложнее. Вот RG-конденсер, который я вам показывал. И блоки. Красная и темная материя. Красная материя, соответственно, вот она. Темная материя, вот она. То есть эфирное топливо. Топливо Мебиуса. Алхимический уголь. И обычный уголь. Тут все просто. Но нужен философский камень. Давайте начнем с темной материи, чтобы было понятно. А философский камень получается вот так. 4 glowstone, 4 redstone и алмаз. Удобен тем, что может работать как походная печка. То есть плавить предметы. Но не суть. Я потом сделаю более подробный обзор по Project E. Честно, мне лениво сейчас обновляться. Поэтому я буду делать моды. Буду делать видео по своей сборке. Просто потому, что в дальнейшем планируется на этой самой сборке запустить офигевший сервак. Поэтому stay tuned, господа. Ну, алмазный блок, я думаю, скрафтить и без моей помощи. Дальше. Насчет красной материи. То есть просто добавляете эфирное топливо. И темная материя. Появляется сама собой. Дальше красная. Так. Вот. Эфирное топливо из топлива Мебиуса. У нас получается надо 4 топлива Мебиуса. Для одного такого белого уголька. 16 алхимического угля. Либо стак обычного. Короче, стак обычного каменного угля. Кстати, в какой-то из ЛПшек я про это говорил. Что не нужно попусту тратить каменный уголь. Потому, что из древесного такая фишка не получается. Но все-таки. Что будет, если сделать вот так? А у нас меняется интерфейс. И теперь попробуем просто сделать один кусочек утиль сырья. Просто так. Чпок. Там, кстати, потемнело. Я вот так сделаю. Потому, что мобов слишком уж много. Он прокрутил его моментально. Как мясорубка. Теперь просто берем стак утиля. Поскольку утилизатор до крайности быстрый. Делаем вот так. И делаем вот так. Ждем, пока утилизатор раскрутится. И система заработает на полную. Заодно и оценим часовой выхлоп по булыжнику с одного утилизатора. Вот видите, как быстро он отрабатывает. Откроем интерфейс. И видим, что булыжник вылетает в выход моментально. Утиль просто не успевает отспауниться. И если есть место, он так и будет продолжать. Но видите, в чем соль? Утилизатор еще не разогнался. Хотя оборот он уже набрал. Не слабый. Единственное, от чего я хочу предостеречь. Не строите слишком много таких машин. Как правило, одной вам будет более чем достаточно. Потому что эти машинки имеют свойство нагружать сервак. И вызывать никому не нужные лаги. Дайте, кстати, посмотрим на тики в секунду. Но потребление памяти у меня где-то ближе к гигабайту в покое. ТПС-28. В принципе, это нормально. Но затем может начаться засирание чанков лишними тайл-энтити, которые вы все равно не увидите. И это придется либо очень долго и нудно чистить вручную, либо вайпить мир. Что никому не нужно. Поэтому, если уже и строите такие машины, то, во-первых, не строите их слишком много. Заметьте, уже 14к, пока я говорил. Во-первых, не строите слишком много. Во-вторых, понимаете, зачем вам такое количество булыжника. Если вы строите огромный комплекс, там какой-нибудь готический собор, да, я понимаю. Но просто ради развлечения делать такую штуку однозначно не стоит. Иначе вы просто не будете знать, куда вам столько булыжника. Да, система подразогналась. Она едва-едва успевает стравливать булыжник. Иногда, иногда может потребоваться подставить вторую шину экспорта. Но это для совсем же мощных оборотов. Можно, в принципе, поставить еще один конденсатор и уже раздавать на полную. Просто как царь. Но можно просто, если система начинает захлебываться, поставить вторую шину импорта. Замечу, что когда утилен, заполнится вот это все пространство, новый утиль поступать не будет до тех пор, пока не переработается часть старого. А старый не переработается до того момента, пока вот здесь не исчезнет какая-то часть булыги, чтобы кусок мог перерабатываться. Ну вот видите, шине едва-едва хватает скорости, несмотря на то, что это, по сути, полный газ. Вот, уже 37к. Я, наверное, покручу. Давайте, наверное, просто засечем минутную мощность. Вот, 40к поехали. Я как раз засек на часах. Это было 30 секунд. Так, 43. Ну где-то 3000 за 10 секунд. Сейчас тогда посмотрим, сколько будет за 20 секунд. Да, 46 практически идеально. Сейчас должно стать 48. Даже, наверное, побольше получилось. 49 за 30 секунд. 52,5. 54 ровно за 45 секунд. Из 40. 58,5 тысяч за минуту. Но было 40 в начале минуты, поэтому, получается, где-то, откинув эти самые 40, получается, где-то 18-18,5 тысяч в минуту. С одной установки. Что будет, если подставить второй утилизатор? Я даже гадать не берусь. Потому что вещь получится крайне злая. Ну, давайте попробуем проверить. Вдруг что-то интересное выгорит. Оверклокеров только надо докинуть. Больше пяти в эти механизмы не влезает. Они имеют очень веселое свойство бахать. Так, поскольку нужно питание, делаем вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как раз лишних два канала. Так, импортирующая. Чпок. Экспортирующая. Так. О, сетевое подмастерье. Значит, я верно рассчитал каналы. Чпок. Позаимствуем немножко отсюда. Ну, что, поехали. Утилизатор до сих пор не раскрутился на полную. Видите, его стало забивать. А это может означать только одно. Да, конденсатор уже захлебнулся. Сейчас, если мы начнем доставлять еще. Системе станет тошно. Она уперлась в возможности конденсатора. Чтобы расширять такую систему дальше, вам понадобится контроллер. И маленькая ремарочка. Не обязательно, что у вас будет эксплойт именно на скрапе и булыжнике. Могут быть какие-то другие блоки. Например, это может сработать с досками. Короче говоря, совсем, у чего EMC меньше 32 в моем случае. Если бы, допустим, EMC у теля было 2, то я бы смог юзать, допустим, только булыжник. На досках имело бы смысл наоборот. Во второй части туториала я покажу, что делать, если система работает наоборот. Ну а пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.